Представьте себе, у нас есть квадрат 6х6, и я сделаю следующее. Сотру часть линии, то есть сотру вот так, вот так. Идею поняли? Получаются такие уголки. И теперь давайте про каждый уголок посмотрим, сколько там клеток. Одна клетка, три клетки, пять. Девять, одиннадцать. Человек, плюс два. Правильно. Каждый раз добавляются две клетки. И это абсолютно понятно. Потому что когда вы их в следующий раз будете рисовать, то понятно, что вот эта штука у вас стала на две клетки больше, да? Значит, когда вы складываете подряд идущие нечетные числа, то вы получаете что? Квадрат. Сумма первых н нечетных чисел это н в квадрате. Давайте запишем это в виде формулы. Один плюс три плюс пять и так далее, и так далее, и так далее. Плюс два н минус один. Кстати, в математике обычно пишут это так. Сумма чисел вида 2к минус один, где k пробегает в значение от единицы до n. Привыкайте к этому обозначению. Очень удобное это обозначение. Значит, идея такая. Вот этот знак читается. Сумма. А здесь написано, в каких пределах будет меняться число k. Так вот, эта самая сумма, это n в квадрате. На самом деле, понимать эту формулу вы не обязаны, а вот картинку понимать вы обязаны. Один плюс три плюс пять плюс семь плюс девять плюс одиннадцать, это шесть в квадрате. На самом деле, та же самая картинка может быть нарисована вот таким образом. Каждую сторону делим на шесть равных частей. Всем понятно, да? В общем, ребята, вот тут примерно так. А теперь проходим, смотрите, вот здесь вот один треугольник, в следующем слое три треугольника, в следующем пять, в следующем семь, в следующем девять, в следующем одиннадцать. Если приглядеться, то эти числа абсолютно такие же, как здесь. Вопрос, почему? Ведь казалось бы, здесь треугольники, здесь квадраты, казалось бы, должна быть разница. А ответ очень простой. Я вам сейчас такую же картинку нарисую, но так, что вам станет понятно, что она, что называется, связана с тем квадратом. Я возьму и перекошу эту картинку. Вот эту точку сдвину сюда, и, соответственно, все точки тоже самое сдвину. Так, единственное, сейчас нужно достаточно аккуратно опять разделить на шесть равных частей. Так, делю, делю, делю. Сейчас все получится. Делю на шесть равных частей, каждую сторону. Пожалуйста, попытайтесь сами тоже успеть. Вам это гораздо легче, потому что у вас в тетради по клеточкам это все рисуется гораздо симпатичнее, гораздо приятнее. вот так, 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 да? И теперь, теперь вот так. Ребят, смотрите, какая теперь история. Во-первых, ясно, что вот эта картинка, это просто искаженная. И у нас по-прежнему в этом ряду один треугольник здесь, 3, 5, 7, 9 и 11. Но, если вы теперь посмотрите на эту картинку, то вы прекрасно понимаете, что ее можно дорисовать до чего? До квадрата. И вот, я не буду это делать, но, в общем, понятно, да? Можно быстро здесь вот нарисовать и все эти косые линии тоже нарисовать. То же самое отразить сюда. И в таком случае количество треугольников удвоится. А почему их будет n квадрат? А потому что клеточек-то в этом квадрате, n квадрат. А каждая клеточка разрезана на две половинки. В общем, я считаю, что картинки я нарисовал. Дальше нужно просто на них любоваться и, что называется, вы все поймете. А я перехожу к следующей теме, к следующим двум картинкам. Продолжение следует... Продолжение следует...